Ну что, дети, такой вот красноносый ведущий ведёт свой прямой репортаж. Хотя какой он прямой? Он скорее кривой, учитывая, что сегодня 1 января 2016 года. Ничего, сейчас народ проснётся, посмотрит минут 15 на обои, потом переведёт глаза в стороны ёлки, криво стоящей на торшере, и вспомнит, что «А, всё нормально, вчера был Новый год, вы имеете полное право побатониться». Посмотрите на улице, реально никого, ни души. Интересно, где же все эти люди, которые вчера взрывали фейерверки, кричали «С Новым годом!» Где вы все? А я вот не пила, поэтому сегодня хожу ровно. То есть вот так вот, да, вы хотели? Вот так вот. Минус 20, снег, хрустят носы, невозможно дышать, пара за рта. Вот этого, да, вы ждали, вот этого вы просили. Где зима, где зима? Да вот она, пожалуйста, получайте. Что же вы идёте, носы в варежке спрятали? Что же вы не радуетесь-то? Вы же так просили. Где зима, где снег, где зима? Мне тут вообще не надо. Я в Сибири, знаете, сколько зим прошла за свои 30 лет? Минус 40-го градусных. Бруклин из такого холода приобретает особую походку. Он бежит, не задействуя все ноги. Чё, мой бедненький, чё, мой бедненький. Сейчас тебе на ручки возьмём. Пойдём, пойдём. Давай на ручки, пойдём. Парнишка настолько замёрз, что пришлось взять его на руки. Чё, мой хороший, бедненький, зайчонок мой. Ножки, займёжды. Как же мы с тобой будем сейчас пищать-то какать? О, у нас-то здесь каток сделали. Слушайте, вот это клёво. Здесь у нас обычно какой-то этот канал или пруд. А сейчас здесь, смотрите, каток. Это очень круто. С тобой будет обязательно сюда Брукли прийти. Купим тебе коньки. Будешь кататься, да? Ну, вообще, конечно, на улице классно, красиво. Небо, снег. Но чертовски холодно. Просто невыносимо холодно. Да? Да, очень холодно. Я замёрз. Ну, всё, всё, всё. Ой. Пришла домой, Игорёша, спит. Спит, храпит. Такая у нас ёлка. Так, она горит огнями. Вот так спит Игорёша. Так, а вот безотказный метод, как можно уговорить Игоря, чтобы он не отвёз в Икею. Он просто спит, и когда он спит, он всегда соглашается на всё. Игорёш. Игорёш. Давай сегодня в Икею съездим. Угу. Ой, в Мегу, в Мегу. Ладно? Угу. Йес. Всё, в руки мы поедем. А тем более, у меня есть видео, он проснётся, я ему покажу, скажу, ты сам согласился. Ну, а мне пора вылазить уже из застолья, из салатов и начинать уже питаться правильно, потому что не за горами весна, а я как плюшка. Начинаем прямо сегодня, да, 1 января. Садимся на диету, на которую меня посадила Игорёша. Завтракала я печеньками овсяными с лимоном, а сейчас у нас обед, и я буду готовить рыбу. Покажу вам, каким способом готовлю я. Не надо вот этих вот всех пароварок, ещё каких-то сложных запеканий в духовке. У меня всё очень просто. Вот такой у меня филе трески. У нас магазинчик открыли рядом с домом, там реально продаются очень качественные морепродукты. Там вот мы купили вот такую большую рыбку, филе трески. Сейчас я покажу, как я буду её готовить. Мы берём обыкновенную сковороду, самую обыкновенную, каждый день, всё то же самое. И просто брутальненько, брутальненько кладём вот этот вот шматок, шматок трески на сковороду. Наливаем немножечко воды кипячёной. Так, чуть-чуть. Накрываем всё это дело крышкой. Включаем. Просто ждём. Ну, пока наша рыбка готовится, мы делаем вот такой незамысловатый салат из помидорок и лука. Я вспомнила, что у меня тут ещё перчик завалялся. Не совсем, конечно, он такой упругий. Но ничего, всё пойдёт салат. И вот такую приправку добавим. Не солить не буду. Вот так выглядит всё происходящее под крышкой. Рыба варится таким паром, который исходит от воды. Она получается очень сочная, очень вкусная. Мне нравится. Вот так выглядит мой обед. Подавим лимончик на рыбу. Так, отлично. Ой, как же приятно после новогодних угощений вновь перейти на правильное питание. Ну всё, я пойду есть. Потом будем собираться в Мегу. Что-то выбралось или нет? Это нормальная рубашка? Ну, нет, мне кажется, не очень прикольно. Мне кажется, зелёный цвет. Здравствуйте, а вы любятенька? Можно автограф, пожалуйста? Пусть я достали, ребят, дайте споход. Ребят, у меня просто... Я просто хочу пошёпиться, отстанься от меня. Ну, пойдём фотографию, может, селфер. Я сфоткаю сейчас, сфоткаю. Дождите. Одну селфер, пожалуйста. Молодой человек, вообще, как бы, ничего, что в моё личное пространство... Дождите, я ещё не сфоткал. Спасибо. Спасибо. Дождите, я ещё не сфоткал. Да фанаты, они просто отпугивают уже. Они настолько наглые. Даже вещи не дают выбрать. Понимаешь, каждый узнаёт. Да, девушка, ну хватит. Люд, пойдём дальше. Вы имейте совесть. Все меня уже, все просто, я не знаю. Дайте просто походить по магазинам. Слушай, мне кажется, я охранник тоже узнал о 3-пайнике. Да ё-пала, надо домой, пойду сейчас дочит. Не, Горёш, натура... Ну, правда, рубашка, она-то хорошая. Мне кажется, она маловато, нет? Нет, нет. Она в плечах тебе едет, да, мала будет. Да, тебя мало. Блин, так легко быть выше меня, все выше меня. Хорошая, хорошая. Надо брать, молодец. Хорошая. Надо надеть, я помню, что я сейчас поделюсь. Что-то про петушков было. Я говорю, как будто бы из гребешков петушков сшитая. Спасибо, что вытянул мой шуток. Крутая шутка. Крутая шутка. Но зимой она не клуба. Зимой она не клуба. Это не на зиму. Это максимум надеть на... Когда я буду ходить фанатской, ты в это, да? Это максимум по пятницам носить. Ладно. А если застегнуть, она еще красивее будет, Лёв. Блин, зачем ты застегнул? Я теперь не могу. Меня аж слепят глаза от красоты. Вот вроде ничего. Ты сейчас похудел, смотри, сейчас не берешь, потому что маловато будет. А я буду качественную набирать. Красиво, очень. Я вот рубашка такой себе купила. Ничего, пока не купила. Мне нравится. Все, мы пошопились. Подробно сделаем. Вау. Что это? Материал. Это материал. Мои ноги ссорят. Так, ну что, все, поднимте на кассу. 900 нормальный. Нормально, нормально, Володя. Надо брать. Цвет такой разбитых сердец. Кстати, сегодня 1 января, если что. Посмотрите, сколько народу. Смотрите, вон стоят люди вообще без лица. Просто после алкогольного этого движухи. Это все очередь, ни хрена себе. У нас эта ситуация. Ребята не могут выйти. Они пищат почему-то. Цыплятки. Слышите, как пищат? Игореш, оставь их, пойдем. Игорь, пойдем. Ты не на вас, что у тебя такие друзья, пойдем. Влад, ты с воровать как-то нельзя было. А, блин, я не знал. Ты чего? Не знал, что здесь воровать нельзя, блин? В следующий раз тогда, ребят. Ты хотя бы спрашивай в следующий раз. А теперь все, друзья, идем в туалет. Да, я в туалет хочу, кстати. Туалет это тот отдел, в который мы обязательно всегда заходим в торговых центрах. Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Все, Игореш, не пой, не пой, пожалуйста. Вот он, в руки, в руки, хороший. Ой, Мима, тереть нос, хороший в руки. Смотри, у тебя Люфе смотрит, тебя узнали. Да, ребят, ну хватит на нее смотреть. Ну да, я, блин, это, известная. А что теперь, пялится? Я не могу вообще никуда выйти, просто спокойно. Ля-ля-ля! Да что вы смотрите-то? Хватит пялится. Иди к Пандерзе, посмотрите, он знает там, нет? Что ж ты, я иду по штану? Люфе, моли по-тяжелому на ювелирку. Тебя сразу превращаешься. Да девушка, да хватит. Смотри, стоит. А это сидит лысая. А это мои глаза вытрущило на тебя. Где? Я даже камера не видит. Смотри, опять. Что за люди пошли? Так, Владислав, как вы отметили НГ? НГ-2016. Я отметил в охуенной, в трехкомнатной, неотапливаемой квартире. Неотапливаемой? С пластмассовой посудой, но с охуенным длинным столом. И скамейкой еще, скамейка была длинная. Друзья тоже пластмассовые были? Были пять настоящих друзей. Настоящих? Да. Кожаных, кожаных. Ни хрена себе. Офигеть. С человеческой кожей. С человеческой кожей они сделали? Ладно, скажи, покупки какие-то свершил сегодня. Такая вот она покупка на 2,5 рубля. 2,5 тысячи. Ого! Это со скидкой, наверное? Это со скидкой, наверное? Скидка стоила 6 тысяч. Долларов? Да. Представляешь? Влад, садись. Когда ты будешь ее носить, Володь? Вот буду носить перерывы между летом. А это какой стиль у тебя? Перерывы между летом и зимой. Демисезонная такая. А это какой стиль? Демисезонный стиль? Это стиль демисезонника. Пол сделан из мрамора у них тут в торговом центре. Так интересно. И у них на каждом магазине висит вывеска. Вот что интересно. Да. Вот. Прочитай по-японски название магазина, да? Оли-як-жагаля. Вот, когда говорят, что тяжелый низ, я представляю себе вот так. Видите, как вот. Очень тяжелый низ, а верх очень легкий. Классненько. Хочешь вот эту еду? Здесь 100 грамм, 20 секунд давай. Ой, это салат, это диетическое, не ешь. Грязными руками. Хорошая диета. Нарисованная еда есть. Кто здесь? Блин, это парковка, я прям переживаю. Ты смотрела сфильмом? Волк до пухет. У нас волк, у Паттайя. Вот этот вот. Игорюш, ну я вообще-то как бы, я вела репортаж о его жизни немножко. Ничего? Ну что, смотри, смотри, он что сделал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.